Поехали. Всем доброго дня. У нас сегодня лекция посвящена основным синтаксическим конструкциям языка. В принципе, это материал, на котором не хотелось бы долго останавливаться, но и не остановиться тоже нельзя. Я провел небольшой опрос в Телеграме. Довольно много человек откликнулось. Ни для кого из здесь присутствующих это не является первым вообще языком программирования. Большинство знают Python и C. Ну и замечательно. В сравнении с этими языками мы сейчас и будем говорить. Начинают обычно вот когда про C рассказывать, что вот смотрите, есть ключевые слова, набор ключевых слов. Он достаточно ограничен в случае с C, но в случае с Java он уже подрос и он продолжает немножко расти и увеличиваться. Некоторые из этих языков, я думаю, вообще всем знакомы, кто когда-либо программировал это if или while, например. Некоторые, очень многие на самом деле, изначально перекочевали из языка C. Это какой-нибудь там switch или там break, continue. Это все из языка C. Void, например, вообще специфическая такая для C штука. Некоторые родились в Java. Причем в связи с последним бурным развитием языка, вот видите, здесь есть достаточно много слов, которые появились после девятой версии. Но так как вводить новые ключевые слова в язык довольно сложно и при этом стараться соблюсти обратную совместимость. Вдруг у вас там переменная, вы вводите слово yield, а у вас переменная называлась yield в каких-то уже тысячи программ. Поэтому большинство из нововведенных слов, они так называют context-sensitive, то есть они будут работать как ключевые слова только в том контексте, где они действительно должны быть как ключевые слова. А вне этого контекста, ну, вы можете назвать метод словом requires, например. А так слово requires, оно работает только внутри определения модуля. Есть две забавных штучки в языке Java. Это слова const и go to, которые перекочевали туда из языка C, и которые там есть, и они распознаются как ключевые слова, лексером, но они нигде не используются. Вот принципиально нигде не используются. Они зарезервированы, но const, наверное, зарезервированы для будущего. Может быть, она не будет использоваться, go to не будет использоваться просто никогда, потому что, как бы, уже на момент, когда появился язык Java, было понятно, что безусловный переход — это довольно плохая штука, которая плохо влияет на структуру программы. И хотя go to был там в других языках, в Java его нет. Но там в более-менее современных питоне тоже нет go to, например. Как-то без этого можно обойтись. Зато там есть null, но про это мы тоже поговорим чуть попозже. Как выглядит типичная программа на Java структурно? Есть код, есть комментарии. Комментарии следующих типов. Все знакомое по оси. Комментарии на одной строчке — слэш, слэш. Комментарии на многих строчках — слэш, звездочка, звездочка, слэш. И есть особый тип комментариев, который пришел в Java. Это так называемый Java-дог-комментарии, которые начинаются со слэша двух звездочек. Вот такого вида комментарии они распознаются при помощи специальной программы Java-дог и потом могут быть использованы для того, чтобы создать документацию по вашему коду, привязанную к актуальной версии, к актуальному состоянию вашего кода. Это очень удобно. Больше я сейчас про Java-дог ничего рассказывать не буду. Но вообще говоря, это такая очень важная тема, с которой, когда вы будете профессионально работать на Java, вам постоянно придется сталкиваться. Это вас будут требовать, чтобы ваши классы, методы, они все были покрыты Java-догом. Система типов. Java, как я говорил в прошлый раз, это язык со статической строгой типизацией, в отличие от Python, JavaScript и других. Соответственно, все, что есть в любое выражение в Java, в любая переменная, она имеет свой тип, и этот тип проверяется компилятором, и вы не можете сделать с выражением того, что не позволяет сделать тип в дизайн тайме. Что дает, ну, может быть, делает программу несколько более многословной, но зато очень сильно упрощает рефакторинг, поддержку большой кодовой базы. Система типов вот какая. Значит, условно можно их поделить на value и reference типы, то есть те типы, которые передаются по значению, то есть те, которые в памяти хранят свое собственное значение. И второе вид — это reference типы, которые передаются по ссылке, то есть вы передаете ссылку на него, а там по ссылке что-то лежит. Соответственно, value типы в современной Java — это только примитивные типы. Вот их сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь типов. Изначально это было сделано для того, чтобы... Для чего это было сделано? Чтобы быстрее работало. Потому что вместо того, чтобы передавать ссылку на какое-нибудь integer значение, по которой лежит само integer значение, да, мы в языке сам int можем всегда передать. И все остальное, все, что находится за пределами примитивных типов, оно относится к reference типам. Мы сегодня изучим массивы, попозже мы изучим объекты. И отдельным как бы значением вместо любой из reference может быть подсунут null в Java. Концепция, я думаю, вам знакомая. К сожалению, концепция сейчас с позиции современных дизайна языка они очень удачные, потому что на самом деле языки могут обходиться без нула. По умолчанию вы не хотите, чтобы в переменной был нул, потому что непонятно, что с этим делать. Либо если вы хотите показать, что значение, что как бы некий метод может возвратить одно значение или не возвратить значение вовсе, то для этого есть там штуки типа optional, вот какие-то функциональные истории. Вот, поэтому языки современные, они стараются вот обходиться без этого, но Java, она от C унаследовалась, и тогда дженериков не было, когда еще Java, то есть никакой optional вообще не был возможен, поэтому в ней есть null. Соответственно, есть null, есть null pointer exception, и когда вы нечаянно что-то с переменной делаете, которое имеет значение null. Ну, несколько лекций спустя мы будем с вами говорить про дженерики, про метризованные типы, и тогда картинка с типами у вас сложится полностью. Картинка довольно сложная, картинка не без проблем в языке, но интересно, что совсем скоро, возможно, она усложнится еще больше, потому что на очереди идет разработка так называемого проекта Valhalla для будущих версий языка Java, когда мы можем сделать объекты как референс-типы, вот, и значит, вернее, объекты как value-типы, sorry, value-типы для объектов. А референс-типы для примитивов, они уже в языке как бы есть, в виде в ропер-классов, про которые мы поговорим чуть позже, вот уже узнаем. Но, в общем, имеется задумка замкнуть всю эту картинку полностью, чтобы имелось как value-референс-проекция у любого типа, и тогда, наверное, все будет по-другому надо рассказывать. Но сейчас есть то, что есть. То есть у нас по типу, по значению передается примитивы, и по ссылке передается все остальное. Давайте дальше. Из примитивых у нас есть целочисленные типы, которые вот ровно такие. Как я говорил, у нас виртуальная машина Java, поэтому в отличие от C, никакой size-off не нужен, чтобы определить, а что же у нас подразумевается под словом int, или под словом short, или под словом long. Все это определено. 2, 4, 8 байта. В принципе, пока этого хватает, хотя архитектуры на месте не стоят. И еще один момент. Эти типы все знаковые. Нет в Java такого понятия, как беззнаковый целый тип. Либо как бы смиряйтесь с этим, либо если вам нужен беззнаковый short, но используйте int, если вам нужен беззнаковый int, используйте long, ну вот как для вашей арифметики там. Либо что-то выдумывайте. Это вот тоже такая особенность. В принципе, с ней нормально живут. Как мы можем задать литералы целочисленные? Здесь интересная история. Мы можем их задавать по-разному. Ну, обычным способом, я не написал, если просто 1, 2, 3 напишите, то Java воспринимает это как целочисленный именно int-овый литерал. Если вы хотите указать, что это не int-овый, а long-овый литерал, то вам надо добавить буковку L в конец. Иначе очень большое, длинное целое число, если вы напишите, она скажет ошибку. Я не могу с этим. Начиная, кажется, с седьмой версии, в любое место целого числа вы можете вставить underscore. Вот прям в любое место, любое количество underscore. Не то, что там 3, 0 и так далее. Ну, кому-то удобно. Но, в принципе, вы можете знать о такой возможности. Hexadecimal. Тут все понятно. Binary тоже понятно. 0x это hexadecimal. Binary это 0b. И есть такая подстава. Я не знаю, кто ей пользуется, но подставой это может быть. Если впереди 0, то все, что идет за нулем, воспринимается как число восьмеричной системе счисления. Лично я восьмеричную систему счисления видел, там, вижу только один раз для команды chmod в этом, в Linux. Вот. А больше как-то я с ней не работал, но, тем не менее, она есть. Если нулик впереди поставить, и у вас значение, можно такую подставу. Print 0.10, что напечатает программа на Java. Типы с плавающей запятой. Их, опять же, два, float и double. Причем, ну, наверное, float уже устаревший тип, потому что давно, как бы, все архитектуры современные, они имеют арифметические сопроцессоры 8-байтовые. И double является наиболее, давно уже является наиболее эффективным, наиболее распространенным способом работы с плавающей запятой. Но float иногда может, если, допустим, у вас какие-то вычисления, огромные массивы каких-то вычислений, и вы понимаете, что вы хотели бы сократить память, например, ну, тогда, возможно, имеет смысл использовать float. На самом деле, всегда используют double. Наиболее ходовой int здесь, а здесь наиболее ходовой double. Литералы у них устроены примерно так же, как и все. Значит, вы можете написать вот так, вы можете написать один точка, и точка будет говорить вам в конце, что это double, на самом деле, просто у него дробная часть равна нулю. Если вы хотите подчеркнуть, что это не double, на самом деле float, в конце пишите f. Есть совершенно экзотическая история, когда у вас, значит, число мантиса может быть написано в 16-ти речной записи, а экспонентов, значит, двоичные экспоненты. То есть это, вот здесь написано 0125, 2 в минус третьей степени, p минус 3, а здесь, соответственно, 1.0, это 2.0 в десятичном варианте. Иногда такое бывает нужно. Кроме того, наверное, как вам уже известно, double это непростая штука, в ней есть больше, значит, значений, чем мы можем предположить. Имеются по этому infinity, имеются наны всевозможные, которые, арифметика которых сложнее, да, их нельзя сравнивать друг с другом, там, поравно-равно и так далее. Поэтому использование double, ну, чтобы пользоваться double, надо представлять, что такой этот тип из себя являет, и проявлять осторожность. Ну, как бы, самые такие штуки, известные с double, если мы напишем 2.0 минус 1.1, то у нас получится вот такая вот история, которая, как вы, наверное, знаете, связана с тем, что double это двоичное, представление числа с плавающей запятой, и, как бы, оно не всегда хорошо укладывается в десятичное представление. Поэтому жирным, я сразу пишу предупреждение, что деньги double не считайте никогда. Это может, ну, как бы, это такая классическая ошибка архитектурная в очень многих программах, и там много про это пишут и говорят, и рассказывают. Ну, вот, я вам еще раз, кому-то в первый, кому-то не в первый, но хочу в, как бы, сделать мир немножко лучше, и вам, значит, вложить эту идею, что если вам надо посчитать деньги, пользуйтесь int, том, пользуйтесь decimal, пользуйтесь какими угодно типами, но только, пожалуйста, не double, чтобы не получилось, значит, вот столько копеек у вас в рубле. Ну, и разница между double арифметикой и целочисленной арифметикой. Если мы вот такое вот сделаем, то оно у нас будет выводить infinity. А если мы сделаем вот такое, то у нас будет runtime exception division by zero. Опять же, double арифметика, она таит в себе много загадок и контраинтуитивных штук. Значит, да, поделили два целых, целое число на ноль, получили exception, поделили два double, одно из которых ноль, не получили exception, но получили что-то, что проскальзывает потом в наше вычисление, и мы должны это обрабатывать. Кроме того, в Java есть такое самое, наверное, слабо употребимое ключевое слово strict FP, связанное оно с тем, что при желании организовать вычисления в соответствии со стандартом на всех машинах, получилось так, что вот этот вот ISO стандарт вычислений даблов, он несколько не соответствует тому, что в итоге прижилось с арифметическими сопроцессорами. Поэтому, если вы хотите полностью одинаковый на всех платформах результат double вычислений, ну, как бы побитого одинаковый, надо использовать ключевое слово strict FP в определении класса, а если для вас это не важно, а важна скорость и использование возможностей как бы современных аппаратных сопроцессоров, то этого использовать не надо, но тогда у вас нет гарантии, что double все время будет возвращать один и тот же результат. В общем, это было такое предупреждение про грабли типа double на будущее, то есть с ним надо осторожнее. Вот общая картинка про то, как числовые типы могут друг к другу приводиться. Это сплошной стрелкой показано неявные приведения, то есть мы можем взять результат вычислений, если будет байт, мы его можем положить в short переменную, допустим, это будет происходить под капотом, незаметно. Пунктирной стрелкой показана та же самая приводимость, которая тоже работает под капотом, но которая может привести к потере точности. Ну, понятно, что long, там float может потерять точность при переводе больших long, например. Да, и вот как это выглядит. То есть мы можем float в double неявно свести, а вот если нам нужно явно уже x переложить в int, пол int, мы можем свести его при помощи операции сведения типа. Кто программировал на c, тому это знакомо. Кто программировал пока еще только на питоне, эта концепция незнакома, потому что какие типы, вы что, значит, клади что угодно, куда угодно перекладывай. Вот. Здесь нет. Здесь, если этот int в скобочках не поставить, будет ошибка компиляции, поэтому что он сделает? Он отбросит при приведении дробную часть, и будет девятка. Вот. А если нам нужно правильное округление из float или из double в int, то мы пишем вот такую вот штучку. Запоминайте. x у нас double. MathRound возвращает у нас значение с типом long, но нам не всегда нужен long, нам нужен int, поэтому мы сводим long к int, если нам надо получить правильно округленное значение. Вот эта вот штука конструкции, она выглядит не очень красиво, но она довольно часто применяется, если нам надо double свести к long с правильным округлением. Про числа поговорили, теперь про другие штуки. Char. Тоже на самом деле такая идея из прошлого, которая раньше казалась отличной идеей, а сейчас с ней все очень непросто обстоит. Java был там первым языком, который решили, давайте мы будем внутри кодировать Unicode строки. У меня вот даже руки опускаются, потому что вот все вы молодые люди, и, наверное, и не наверное, а точно вы все пропустили еще тот момент, когда в IT была такая ужасная, такая адская история с кодировками, с разными кодировками интернациональных символов. Вот, то есть, если у вас была программа на русском языке, то это на уровне операционной системы и программного кода и так далее, как под символы русского алфавита будут представлены, не было стандартов, это все довольно тяжело обходилось. И получился Unicode, который вот консорциум, который говорит, давайте мы возьмем все системы символов, какие вообще есть в мире, давайте мы их закодируем, давайте мы предложим универсальные кодировки, вот UTF-8, UTF-16. И Java там первая, которая подхватила этот флаг и, значит, было принято решение, что все строки хранятся в UTF-16 кодировке. На тот момент, значит, единицей, как бы, символом, позишеном был 16-битный символ, то есть всего получалось 65 тысяч символов. Тогда казалось, что на все хватит, и на европейские алфавиты, и на китайские и так далее. И чар, это был, что такое был чар? Чар, это элемент строки, то есть символ. Но сейчас Unicode разросся, выплеснулся за пределы 65 тысяч, и чар, он, конечно, почти всегда символ, и в случае с европейскими алфавитами, это всегда символ один. Но вообще говоря, не всегда. И он может какую-то часть символа обозначать. Поэтому, sorry, вот что имеем, то имеем. Опять же, с чаром надо быть осторожнее. Чар не всегда представляет собой целый символ, хотя когда-то он задумывался как целый. И это тип, это примитивный тип, один из восьми там фундаментальных типов Java. Вот, как бы, такая ирония. Литералы, чар-литералы, как и в языке C, это значение в одиночных кавычках. То есть, вы можете в одиночных кавычках только один символ закодировать. В отличие от JavaScript, это может быть строка. Здесь только один символ. Либо при помощи вот таких вот escape штук с Unicode. И, значит, есть такая ловушка, опять же, в языке Java, в том, как она читает файлы с Unicode escape. Вот, например, если вы напишите такой вот текст у себя в программе, вот здесь, видите, два слыша, то есть сначала комментария, потом напишите look inside say users. Это если вы что-то про Windows хотите сказать. Вот, такой файл у вас не скомпилируется, вы можете долго искать, почему он не компилируется. Он не компилируется потому, что здесь slash you, он пытается превратить в Unicode escape, вообще до всего. Это касается именно slash you вещей. Вот, такие грабли. возможно, вам полезно знать это на начальном этапе. Строковые литералы. Но, мы чуть позже будем говорить про классы, значит, string это уже класс, это уже библиотечный класс в Java, наиболее употребимый, но помимо его можно проинстанцировать литералом, и литерал это очень просто. Двойные кавычки, что угодно, двойные кавычки. Вот. И так было на протяжении 25 лет истории Java, но сейчас у нас на подходе, вернее, она уже есть Java 13, она не LTS, поэтому ее не используют в продакшене, но попользоваться уже можно. Значит, смотрите, что изменилось. Если нам нужно было раньше скодогенерировать какой-то вот такой вот текст, который в себе переносы строк, содержит какой-то отступы, то мы это делали вот так. Видите, очень некрасиво, много кавычек, здесь переносы строк, плюсы, и DE современные вам с этим помогут, но в принципе результат не очень здорово выглядит. В 13-й Java у нас появились текст-блоки, это, кажется, похоже на то, что в груве языка, и других вот таких модных современных языках. если мы начинаем с трех двойных кавычек, мы можем здесь написать некий текст, у которого будет отрезано максимальный отступ, и результат будет вот таким. Это очень удобно, если вы коды генерируете всякие SQL, HTML, а часто вы именно этим и занимаетесь. Но, опять же, чтобы этим воспользоваться, вам нужна как минимум 13-я Java. Уверен, что когда вы начнете работать, вы будете работать именно с этой Java. Сейчас мы пока работаем с 11-й. Внутри текстовых литералов могут быть так называемые escape sequences. То есть двойные кавычки, а потом backslash. Эта история тянется от языка C. Кто на C программировал, то тем этим не удивить. Значит, вы можете закодировать здесь там tab, перенос строки, все, что угодно внутри вашей строки. Сами кавычки вы можете закодировать, сможете закодировать сам backslash. Понятно, вам надо его escape. От этого как раз длинные строковые литералы, они не очень красиво смотрятся. И еще два специальных escape sequences появляются в 13-й Java. Значит, slash S это как специально подсунутый white space, потому что если просто писать white space, то он же его подрезает до максимального отступа. А если вы хотите, чтобы, например, слово сам, оно тоже начиналось с пробела, то вам придется писать slash S как специально подсунутый пробел. слэш, за которым идет line терминатор, это line continuation. В данном случае, если бы вы хотели, чтобы слово текст, оно продолжалось на той же строчке после nested, но при этом здесь перенести, вы бы писали просто обычный slash, line терминатор, и тогда бы текст прилепился к nested. это штука, кто знаком с командной строкой Unix, тем этот backslash и line терминатор знаком как средство продолжения строчек. Так, разобрались с строковыми литералами, двигаемся дальше. Тип Boolean. Он имеет всего два значения, true и false, и слава богу, потому что в каком-нибудь SQL-е может быть еще и null, тут его нет. А в отличие от C и от многих динамических языков в Java не сводятся автоматически целые числа к Boolean. То есть, если вы помните там по Python, JavaScript, по C, что единичку вы можете свести к Boolean, это будет true, а ноль это будет false, или не нулевое значение, это true, обычно считается а нуль целые это false. Так вот, такой штуки в Java нет, это сделано специально для того, чтобы избежать ошибок новичка вот такого вот типа. Значит, покивайте кто-нибудь, кто понимает, в чем здесь ошибка. Да, есть люди, которые программировали на C уже и знают, что это присвоение, и получается, что результат этого присвоения будет что? Будет значение ноль, которое пришло в X, и в C, соответственно, вот эта часть, которая в фигурных скобках, она не выполнится никогда. Это просто опечатка, смысла в этом коде просто нет. В Java эта штука не скомпилируется, она скажет, тут вот X равно нулю, возвращать целый тип, или X равно там чему-то, неважно, возвращать целый тип, пожалуйста, мне нужно здесь в круглых скобочках Boolean, и ты тогда можешь увидеть, что ты на самом деле равно-равно здесь хотел написать, ли что-то другое. Вот, это одна из, на самом деле, по спецификации языка много таких разбросано соломок, которые подстелены, значит, в наиболее часто встречающихся ошибочных ситуациях. То есть язык пытались сделать наиболее безопасным вот в compile-time. Переменные, определение переменных и их область видимости. Опять же, здесь все очень-очень похоже на ситуацию с, на ситуацию с C, вы можете определить, прежде чем использовать любую переменную, вы должны ее задекларировать. Декларируете вы ее с типом, который предшествует имени переменной. Без этого никак. Вы можете с одним типом задекларировать через запятую несколько переменных. Опять же, как бы, ну, наверное, если какие-то вложенные циклы или что-то такое делаете, это можно сделать, хотя такая штука, разрешенная синтаксисом языка, не очень приветствуется, и линтеры там, они будут ругаться. Они попросят у вас на двух разных строчках две переменные задекларировать. Кроме того, в Java идентификатором может быть любой вообще текст на Unicode. Опять же, Java Unicode на язык с самого начала, поэтому в принципе вы можете объединить такую переменную в языке Java. Она не будет вам мешать. Вот, и вы можете даже написать int и здесь smile поставить. И опять же, это будет валидное название идентификатора в Java с точки зрения языка. Но не с точки зрения здравого смысла, естественно, но в нормальных проектах всегда есть линтеры, которые следят за стандартами именований и так далее, и поэтому значит, так делать не надо, но технически возможное для каких-нибудь фановых презентаций, демонстраций очень часто люди так делают или вообще смайлики вставляют название. Переменную определили, мы можем ее проинициализировать. Мы ее можем, вернее, не можем, а обязаны проинициализировать, потому что смотрите, что произойдет, если мы пытаемся такой код написать. Компилятор поймет, что объявленная переменная не была проинициализирована, он не будет делать никаких допущений относительно того, что вы, наверное, хотели присвоить ей значение 0, раз вы ее объявили без инициализации, нет, он скажет, давай-ка, дружок, скажи, что ты хотел в эту переменную положить, прежде чем ее использовать, это будет компилейшн эрор, и чтобы ее проинициализировать, вы можете это сделать либо дальше по коду, либо прямо при определении, то есть один из способов переменную синициализировать, это сделать в определении. Исключением являются переменные уровня класса, то есть класс мембера, но мы про это поговорим. Там вы, конечно, можете объявить приватную переменную с типом int, и никак ее инициализировать в конструкторе, и тогда Java будет подсовывать дефолтное значение 0, но в пределах метода, в пределах процедуры конкретной вы обязаны проинициализировать вашу переменную. Значит, есть у нас ключевое слово final в языке, есть и ключевое слово const, но оно не используется в Java, но есть ключевое слово final, это Java-овское слово, и оно используется в двух смыслах. Один из них запрещает переопределять методы класса, и мы про это поговорим, когда будем про классы рассказывать, а другой запрещает изменять значение переменной после инициализации. Поэтому вы можете объявить вашу переменную как final, один раз проинициализировать по коду, и дальше компилятор проверит, что она инициализируется, присваивается только один раз и больше никогда не переписывается. При попытке переписать ее значение у вас будет compilation error, не runtime error, а compilation error. Значит, те, кто писал до этого на питоне, мотайте себе на ус, насколько это сильно отличается от динамического языка, такой подход. У переменной есть область видимости, здесь очень похоже на c, мы имеем место определения, значит, и за пределами, если мы определили переменную, вот, например, в функции, то переменная n будет видна везде ниже по тексту этой функции. если мы внутри блока определили переменную, а блок он может быть как сам по себе висящий в воздухе, так и там являться частью if-выражения, или там switch-выражения, или for-выражения, то переменная, объявленная внутри блока, она будет видна только внутри блока, и ниже по тексту. Соответственно, вот такую штуку вам язык не позволит сделать, я не очень уверен, но по-моему это тоже отличает java от c в том смысле, что вы не можете редефинить переменную в внутреннем блоке, если она определена снаружи. Это будет опять же ошибка компиляции, то есть как правило если мы определили одну переменную n и потом в блоке другую переменную n, это повод для ошибок запутаться, какую из n где мы имели в виду, особенно если мы потом копипастим текст программы переносим в другую сторону. Поэтому вот так вот, и ничего, никаких переменных глобальных в java не существует. Это тоже неспроста сделано, потому что обычно глобальные переменные это повод для ошибок, иногда очень серьезных ошибок, переменные уровни модуля и так далее, но как бы эта история обходится на самом деле, когда мы будем говорить про классы, у классов есть статические мемберы, есть статические переменные, которые успешно могут выполнять роль глобальных в java, но с некими ограничениями. Благодаря этому, опять же, мы пишем несколько более безопасный код на java, не опасаясь, что мы случайно объявим глобальную переменную. Тем более, мы не сможем объявить как бы случайно глобальную переменную. В этом большое-большое отличие там штук типа java-script. кроме того, в нашей жизни теперь, начиная с java-10 и в java-11, на которой уже будут ваши домашние задания, появился type inference. Ключевое слово var, которое однако же несет совсем другую, совсем-совсем другую семантику, чем ключевое слово var в java-script. значит, если мы напишем вот так, вот var i равняется единичке, то это то же самое, как если бы мы написали int i равняется единичке, потому что компилятор видит, что мы инициализируем эту переменную intом, соответственно, вместо var он подставляет int. В данном конкретном примере никакого смысла в использовании var нет, потому что там три символа, здесь три символа, суть и семантика для программы абсолютно та же самая. Но смысл может быть здесь, но при уже таком интерпрайзном коде, потому что зачастую, когда мы получаем результат какого-то метода, он имеет какой-то тип, нам зачастую не хотелось бы глазами видеть этот тип, потому что он нужен только для передачи в другой какой-то метод, мы знаем, что все там нормально, все сходится по типам, IDE нам, конечно, помогает вот эти вот типы подставить, но код получается загроможденный, писаниной всякой, и чтобы ситуацию упростить, мы можем писать так, var code fx, var connection, var reader, при этом важно понимать, что на самом деле существенная разница с джаваскриптом, когда мы написали var connection, мы, во-первых, только в таком контексте можем прописать переменные определенные вместе с инициализацией, просто компилятор вычислит тип для коннекшена, поймет, что это URL connection и всегда будет считать, что это переменная с типом URL connection, если вы ниже по тексту попробуете вызвать у этого коннекшена какой-то метод, который у URL connection отсутствует, вы получите compile timer, в отличие от JavaScript, в отличие от Python, который вам прекрасно запустит программу и о том, что у вас attribute not found, вы узнаете только в процессе выполнения, иногда в продакшене, в процессе выполнения в продакшене, несколько дней спустя после того, как вы задеплоились, вот, в данном случае type inference сохраняет строгую типизацию, при этом делает код более читаемым, если вам не хочется загромождать его длинными названиями класса. Поехали дальше. Операторы. Ну, тут полное наследие C, что можно сказать. Есть, значит, полный набор арифметических операторов, значит, деление бывает целочисленное, если оба аргумента целочисленные и с плавающей точкой, если хотя бы один из аргументов с плавающей точкой, и, то есть, вот этот вот слэш, так вот я показываю правильно, значит, который с делением, он работает в двух ипостасях, просто это надо понимать. Вы пишете деление, и вы должны всегда задумываться, это какое у меня деление здесь, целочисленное или с плавающей точкой. Опять же, это сильно отличает ситуацию от Python, но знакомо тем, кто программирует на C. Если оба аргумента целочисленные, там 5 и 3, то 5 поделить на 3, это сколько у нас будет? Один, потому что одна тройка влезает, а две тройки не влезает. А если 5 поделить на 3 точка в конце, то это уже будет что там? 666 период. Вот. Об этом надо помнить. Есть процент, который дает остаток от деления, но он работает только, если оба аргумента целочисленные. Есть унарные плюсик и минусик, но тут все как в других языках программирования. Сдвиги. Сдвиги, опять же, перекочевали к нам из C, но мы работаем в Java Virtual Machine, поэтому здесь все достаточно заспецифицировано и без сюрпризов работает. Значит, сдвиг влево битовый, это, по сути дела, вот если у нас есть значение 5, и вот его двоичное представление. Я так здесь написал многоточие, потому что здесь повторяются нолики. Значит, сколько у нас получается таких, здесь 2 байта, соответственно, здесь получается 8, нет, этих блоков сколько, 4 блока должно получиться. Вот, у нас 5 превращается вот в таком двоичном представлении. если мы сдвигаем ее на единицу, то это эквивалентно тому, что мы умножили на 2, да, сдвинули влево на единицу, значит, мы умножили на 2, то есть на 2 в первой степени помножили. Если на 2 сдвинули, то это значит, умножили на 4. Соответственно, битовый сдвиг вправо, это как бы целочисленное деление на 2. С знаковыми значениями все интереснее, мы должны понимать, что как устроено знаковое представление числа, побитовое в целое, и, соответственно, сдвиги будут работать с сохранением знака. И у нас есть арифметический сдвиг вправо, и у нас есть логический сдвиг вправо. при арифметическом сдвиге вправо у нас старший бит заполняется знаком, то есть, если он был 0, то продолжается 0, а если 1, то будет подсунута 1. Есть логический сдвиг вправо, который добавляет нам 0 в начало, и поэтому минус 5 логически сдвинуто на 1, получается такое неожиданное значение. Для чего все это нужно? Это нужно для всякой битовой арифметики, часто это бывает нужно для криптографии, и часто это бывает нужно, когда мы хотим вытащить максимум перформанса, потому что мы помним, что деление целочисленное на 2 это сдвиг, а само по себе деление это операция более длительная, а сдвиг это самая быстрая операция вообще. Часто для всяких таких битовых хаков применяют сдвиги, но вам это делать не нужно, потому что современные оптимизаторы, современные JIT-компиляторы сделают вам, оптимизируют все за вас, а если вы не знаете, что вы делаете со сдвигами, вы можете попасть, сесть в лужу очень сильно. Я хотел здесь написать знак вопроса и спросить у вас, что будет 5 сдвинуть на 32 бита вправо, но я ответ уже написал. Вы видите, что это 5, почему? Потому что он берет значение по модулю второго операнда и 5, 32, по модулю 32, это все равно, что 5 никуда не двигает. А вы логически могли бы подумать, что это 5 поделить на 2 в 32, и это давно 0. Но нет, это не 0, это опять 5. И если вы пытаетесь сдвигами как-то оптимизировать вашу арифметику, то будьте крайне осторожны, вы должны знать, что делаете, а если вы не занимаетесь ультра-хай-перформансом, вообще не лезьте в это дело, или не занимайтесь криптографией, не лезьте в сдвиги, в битовую логику. Но для полноты картины я все равно должен рассказать про то, какие операторы бывают. Значит, имеются побитовые операторы, конъюнкция, дизюнкция, крышечка это XOR, значит, и у нас имеется тильда, это у нас отрицание, инверсия, то есть, у нас имеются операторы сравнения, значит, которые абсолютно соответствуют операторам в C, за исключением instance of, про которые мы будем говорить, когда мы будем говорить про классы, что нечто есть instance of какого-то класса, равно, не равно, два равно, знак, восклицательный знак, не равно, та же история, как и в C, есть булевские операторы, здесь любопытная история, значит, как будто бы мы это уже видели раньше, но те операторы были побитовые логики с целыми числами, а это булевские операторы, операндами которых являются булевские значения, и мы помним, что это не одно и то же, в Java это несводимые два типа, к счастью, там вместо тильды используется восклицательный знак, и как и в языке C, есть булевские операторы без короткого замыкания, и операторы с коротким замыканием, значит, ответьте в телеграме, значит, плюс-минус, плюс, если вы уже знаете про короткое замыкание, и минус, если вы впервые об этом слышите, мне интересно узнать процент людей, которые, сейчас я посмотрю, ага, я вижу, что некоторые минусы отвечают, поэтому в этом стоит сказать, значит, смотрите, какая у нас история, вот, вот, на примере этого выражения можно посмотреть, на самом деле, значит, это некая булевская, булевская формула, да, значит, которая говорит, x не равно нулю, и единица на x больше, чем x плюс y, операция и логическая конъюнкция, она имеет, она дает нам true, если оба операнта true, но если мы вычислили первый оперант и он оказался false, нам уже нет смысла вычислять второй оперант, потому что результат будет false, и мы можем сэкономить процессорное время, не вычисляя второй оперант, то же самое с или, операция или дает нам false, если оба false, да, но если хотя бы один из них true, то тогда результат будет true, и вычислив первый оперант, увидев, что true, то мы можем не вычислять второй, тем самым сэкономить машинное время, поэтому мы можем написать и, и это будет операция, которая вычисляет оба операнта, а при вычислениях там могут происходить какие-то сайд-эффекты, и, например, если мы здесь заменим двойной амперсант на один амперсант и подадим x равный нулю, то у нас получится division by 0, может оказаться division by 0, потому что в случае, когда x равен нулю, вот, потому будет вычисляться оба операнта, но если мы пишем вот такое вот, то в случае, когда x оказывается равным нулю, второй оперант даже никогда не вычисляется, поэтому в условиях if, в условиях while, вообще во всех ветплениях в вашем коде, когда вы что-то пишете, значит, которые подразумяют вот эту вот логику и, или, как бы хорошим тоном, стандартом использования является именно использование операций с двойным взвоенных вот этих операций, два амперсанды или две вертикальные палочки, это операции с коротким замыканием, они эффективнее работают, чем операции без короткого замыкания, но важно помнить, что они не будут вычислять вторую часть, то есть этот момент работает абсолютно так же, как он работает в языке C, и, как бы, вот эту историю надо важно помнить. Мы этим пользуемся постоянно, вообще, каждодневно. Ну, оператор присвоения понятно, это просто значок равно, и результат его выполнения является то, чего мы присвоили, так же, как и в языке C. И есть, как бы, единственный, по-моему, валидный паттерн его использования, то есть он есть, об этом надо помнить, но, по-моему, единственный валидный паттерн использования такого оператора, это вот в цикле while, когда мы читаем какое-то значение из потока или еще откуда-то, и когда мы, когда вот этот read value вернул нам null, то нам надо выходить из цикла, вот, то есть мы как бы одной строчкой прочитали следующее значение и заодно можем проверить его там null, оно вернулось или не null, и, соответственно, продолжать или не продолжать. Вот такой паттерн часто используется, значит, оператор присвоения. Других паттернов использования, нормального использования оператора присвоения, я не знаю, ну, в смысле, значение возвращаем операторам присвоения, я не знаю, скорее всего, линтеры вам не будут позволять это делать, но знать это важно для собеседования, всяких тестов на язык и так далее. Инкременты. Опять же, должен сказать, что это работает так же, как и в языке C, и отчасти как в питоне, потому что в питоне, в питоне же есть плюс-плюс, нет, в питоне нет плюс-плюсов, в питоне есть плюс-равно, я вспомнил, плюс-плюс, значит, A плюс-плюс, если A целочисленное значение, это прибавляет единичку к A, и результатом будет A до прибавления, а вот плюс-плюс A, это будет A после прибавления, тоже прибавляет единичку, результат будет A после прибавления. Соответственно, то же самое у нас есть минус-минус, и у нас есть всякие плюс-равно, умножить-равно, поделить-равно, это же где? Если нам надо написать A равно A плюс 2, мы можем написать просто a плюс равно 2. Это мы пишем в c, это мы пишем в питоне, это мы пишем в java, это как бы более идиоматично, сплошь и рядом такой текст встречается. Видите, здесь написано слово внимание. Я хочу, чтобы сейчас как бы немножко пробудились и обратили внимание вот на какие грабли. Может показаться, что раз мы пишем плюс-плюс, ну и как бы наверное там может показаться, что это соответствует какой-то микропроцессорные операции, инкремента регистра, допустим, что эти операции атомарны. Вот, что значит, если мы в параллельных потоках запускаем этот плюс-плюс, то у нас они выполнятся одна за другой и мы данные не потеряем, как бы гонки не возникнут. На самом деле это не так. И под капотом там будет чтение, прибавление единицы и запись. И поэтому хотя они так классно и компактно выглядят, вот эти вот все присвоения с изменением, они не потокобезопасны. Ближе к концу семестра у нас будет полторы лекции про конкурентное программирование на Java и мы все расскажем про то, как сделать код потокобезопасно. Но сейчас, как бы, про это помните, как первый результат. Ну и, в общем, да, и равно, или равно, вот это вот все можно делать, такой C-образный код. Он достаточно редко встречается в Java, на самом деле, в программах на Java, но он возможен, если какой-то вам нужно делать штуки с логикой битовой. Тернарный оператор. Кто-то его любит и использует, кто-то его ненавидит и запрещает использовать, но он есть. Он пришел, опять же, из языка C в Java и работает он следующим образом. Мы вычисляем то, что слева от знака вопросика, это должно быть булевское значение. И если оно оказалось true, то тогда мы вычисляем то, что слева от двоеточия, если оказалось false, вычисляем то, что справа от двоеточия. В принципе, с современными подходами, с современными возможностями языка необходимость тернарному оператору постепенно отпадает. Есть более красивые способы добиться того же самого, но он есть, и в принципе он часто бывает полезен. И он пришел из C. Наследие C прям полностью изучается на этой лекции. Так, приоритет. Все операторы имеют приоритет. И дальше я просто показываю такую длинную-длинную таблицу, только начало ее. Вот, где она на самом деле заканчивается. Аж три экрана, это не значит, что вы должны ее запоминать наизусть. Хотя, наверное, если вы сдаете какую-нибудь сертификацию, то, наверное, придется. Но общий принцип такой. Арифметика, понятно, умножение и деление, слава богу, имеют преимущество перед сложением и вычитанием. Это все привычно нам. Дальше идет всякая битовая магия. Дальше вот что. Интересный момент. Одинарный И значит, идет перед одинарным НЕ и ИЛИ. И И с коротким замыканием идет перед ИЛИ с коротким замыканием. И здесь могут таиться грабли. То есть, получается, что у джавы конъюнкции и приоритет конъюнкции больше приоритета дизюнкции. Насколько я знаю, среди математиков нет такого как бы общего стоявшегося принципа, что нашей нотации конъюнкция будет сильнее дизюнкции. Но в джаве они по этой дорожке пошли, поэтому конъюнкции там сильнее дизюнкции, поэтому по сути вот это выражение будет равно вот этому выражению, а не группировки скобками там. К чему это я все говорю? Вряд ли вы сейчас это запомните, но запомните, пожалуйста, тот факт, что будьте осторожнее, когда вы навешиваете много-много цепочку из логических операций, если они у вас там не ассоциативные, то лучше расставьте скобки. Лучше расставьте скобки, чтобы вам было понятно, что в какой последовательности вычисляется. Иначе приоритеты операции могут вам подстунуть свинью. Вот, значит, ну и ассоциативность, сейчас, секундочку, ассоциативность операторов, она по большей части идет слева направо, то есть А плюс Б плюс С, это будет как А плюс Б, к которому прибавляется С, за исключением вот этих вот операторов изменений с присвоением, у которых ассоциативность справа налево. Поэтому вот такое вот выражение, оно эквивалентно вот такому выражению со скобками. Сразу скажу, что ни один человек в здравом уме вот такой вот код писать не будет. А если он напишет, там ему на код ревью скажут, ты чего вообще, это как, или там линтер заругается. Но, опять же, помним об этом, знаем, что есть правила, и по этим правилам, эти правила разруливаются компилятором именно так. Вот я говорю, все как в Си, все операторы как в Си. Махните рукой, кто знает оператор запятую в Си? Есть такие Сишники? Ага, вижу. Значит, в Си есть оператор запятая, и его нету в Java. Но оператор запятая все, это мы просто вычисляем все операнды, которые идут, ну там, левый, правый, и результатом будет результат вычисления последнего операанда. В Java не сделали такой оператор, но есть несколько случаев, где запятая является, она выглядит как бы как оператор запятая в Си, но она просто является частью синтаксиса. Например, мы можем несколько стейтментов перечислить через запятую в блоке for или try, но это не оператор запятая. Давайте быстренько пробежимся по ветвлениям и циклам, чтобы к чему-то интересному перейти. Значит, конструкция if, опять же, так же, как и все работает, за условием в круглых скобочках следует может стейтмент, ну то есть какое-то выражение, при этом то, что в круглых скобочках, оно должно быть булевского типа, это мы уже уяснили, булевский тип не тот же самый, что integer тип здесь не прокатит. Если мы хотим объединить несколько стейтментов в один, мы можем использовать блок, это фигурные скобки, после фигурных скобок не обязательно точка с запятой, а стейтменты мы разделяем точкой с запятой в чай. Если мы хотим вставить else, мы вставляем else, то есть, опять же, мы объединяем блоки фигурные скобки, и они выполняются, либо так, либо сяк. Кто знаком с питоном, но не знаком еще с C, предупреждаю, что пробелы в Java не имеют никакого значения, значения для группировки логической блоков имеют фигурные скобки, начало, конец блока определяется фигурной скобкой, вовсе не отступом. И это иногда может плохую службу сыграть, например, посмотрите на пример слева, вот он хорошо отформатирован, и даже это похоже на Python, потому что глядя на это, мы понимаем, что else относится к этому if, но в Java мы можем взять и стереть по два пробела вот здесь, это будет такой же код для Java, семантика будет та же самая, но человеку, который смотрит на это глазами, особенно человек, который привык на Python писать, может показаться, что else относится к этому if, но на самом деле else всегда относится к ближайшему if, и поэтому рекомендуется все-таки всегда после круглых скобок, когда круглая скобка в if закрывается, открывать фигурную скобку, даже если стейтмент из одного, дальше, если там стоит блок из одного стейтмента, то есть, ну, во-первых, вы, может быть, захотите когда-то дописать стейтмент, вам это будет удобнее, ну, а во-вторых, фигурные скобки, они лучше позволяют визуально посмотреть, как идет flow в вашем if. Поэтому моя рекомендация, вот такой вот код не писать, а фигурные скобки использовать всегда. Есть такой паттерн else if, когда мы, значит, вычисляем одно, если не пошло, то второе, если не пошло, то третье, но вот на блок схеме это так вот выглядит, нету никакого elif специального слова ключевого, как в питоне, в java, просто композиция else if, она прекрасно работает, семантика та же самая, и это довольно распространенный паттерн, если вам надо разветвиться на несколько, по нескольким условиям. Хотя, как бы, глядя на этот код с позиции enterprise-разработчика, я бы сказал, что это скорее плохой, грязный код, так писать не надо, надо что-то другое придумать, но об этом речь впереди. Сейчас мы говорим про простые конструкции, но, опять же, то, что конструкции в языке есть, не значит, что ей надо сильно пользоваться. Switch, замечательный Switch, кто, ну, я уже спрашивал, какой процент, по-моему, 80% написали, что си они знакомы, а 95% написали, что они знакомы с питоном. Так вот, кто знаком с си, те знают этот свитч и знают главные грабли с этим свитчем. Смотрите, он предназначен для того, чтобы, как бы, разруливать выбор по одному из условий, которое вышло в true. Ну, допустим, у нас есть choice, которая intовое значение имеет, да, и если она равно 1, мы выполняем вот этот блок, если равна не 1, а 2, то вот этот вот, а если не 1, не 2, то вот этот третий блок. И смотрите, в конце каждого слова у нас, каждого блока у нас стоит слово break. Это так же, как и все мы пишем. Если здесь не написать слово break, то что произойдет? Если i равняется единице, если choice наша равняется единице, то сначала выполнится это, а потом мы проваримся сюда и выполним вот это. И это грабли, потому что новички часто забывают ставить слово break в конце кейс блока. Это грабли в C, это грабли в Java, это по историческим причинам как бы так было сделано в свое время, но вот опять же есть что есть. Линтеры современные, они зачастую не пропускают код, если здесь нету break, они говорят, поставь break или что-то как-то перепиши. на самом деле если мы какие-то сложные алгоритмы делаем, иногда можно придумать валидные случаи, это называется fall through, когда fall through должен работать в switch блоке, то есть мы используем один, а потом мы попадаем во второй блок и выполняем его дальше, пока не встретим break. Есть такие случаи, но они достаточно редкие. Гораздо чаще нам нужно просто переключение, один, два, три. Тогда пожалуйста, 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 не забывайте про break. Или у меня для вас хорошие новости сейчас. А, ну давайте прежде чем к хорошим новостям перейдем. Switch бывает по целому, по чару и по стрингу и по иному, то есть четыре типа, по которым возможен switch, то есть типы переменных. Вы не можете сделать switch по double, понятное дело, потому что сравнение double это, говоря, странная история. Вы не сможете сделать switch по объекту, потому что это часто не имеет смысла, но вот целые чар string и enum вы можете поставить в качестве переменной, по которой можно строить switch. Брейки не забываем. Хорошие новости. У нас появились, начиная с 14-й Java switch expressions, которые имеют другую семантику, другой синтаксис. помните, я говорил про вот этот оператор, знак вопроса, двоеточие. Ну, мало того, что его часто можно заменить какими-нибудь объектно-ориентированной штукой, сейчас хорошей заменой, если вы используете 14-ю Java, является switch expression. Смотрите, тот switch, который, ой, вперед, вот этот switch, это statement, то есть он управляет выполнением программы, а это expression, то есть он возвращает значение. Мы можем взять день, и не самый, конечно, может быть, эффективный способ, но вообще это интересно, какой самый эффективный. А, там понятно, надо просто словарик сделать. Ну, вот, способ посчитать число букв в названии дня. видите, здесь стоит не двоеточие, а стрелочка, и за этой стрелочкой стоит результат. И вот этот вот результат, он и будет тем значением expression, который присвоится в переменную numletters. Как только вместо двоеточия мы используем стрелочку, мы забываем про fallthrough, потому что здесь никакого fallthrough нет, мы просто берем шестерку, эту шестерку возвращаем в numletters. Fallthrough здесь нет, но он бы не имел смысла, поэтому не двоеточие, а стрелочка. И, как бы, смотрите, что еще получается. Раз у нас появилась вот этот вот вариант switch expression, который возвращает значение и не имеет fallthrough, вместе с ним у нас появился вариант switch statement без fallthrough. Если мы здесь используем вот этот expression, это из предыдущего слайда, пример, но если мы хотим нам вообще говоря, не важно, что он это вернет, но нам важно что-то выполнить, да, мы можем выполнять, если мы ставим здесь не двоеточие, а стрелочку, мы не обязаны ставить здесь брейки, вернее, мы их не ставим здесь брейки, будет выполняться только один кейс, который следует за стрелочкой, поняли, да, разницу? Вот, если мы говорим про старый добрый C-style switch или старый злой C-style switch, как на этом слайде, мы поставили двоеточие, соответственно, появляется возможность fallthrough, соответственно, мы должны делать брейки, но если мы поставили, если мы поставили стрелочку, то брейков не нужно. Ну и для завершения картины, если вам нужен такой изврат, как switch expressions fallthrough, то и это возможно, вы можете значит, его у кого-то кажется микрофон не включен, а это у меня значит, то вы можете его использовать для того, как бы вот switch expressions fallthrough, используя здесь двоеточие, но чтобы возвращать значение, вы используете новое ключевое слово yield. То есть получается, что начиная с 14-й java, у нас имеется полный набор вариантов со свечом, как с expression, так и statement, как без fallthrough, так и с fallthrough. Это были хорошие новости. Плохие новости заключаются в том, что это 14-я java, а мы пока на 11-й. Соответственно, все, что у нас пока что есть из свеча, это старый добрый c-style свеч, который не expression, и который с fallthrough, где надо ставить бреки. Но очень скоро, я думаю, все мы проапгрейдимся и будем пользоваться красивыми свечами со стрелочками во все. Фух, массивы. Массивы можно построить java из любого типа, можно построить массив данного типа. Массивы, как я уже в самом начале упомянул, это reference тип, то есть он передается по ссылке, и он является в java всегда как бы верифицируемым в рантайме, то есть, во-первых, там проверяется значит тип данных, который вы запихиваете в массив, а во-вторых, там проверяются индексы, что в массиве из пяти элементов мы не доступитесь к шестому элементу, это проверяется в рантайме, это происходит ценой естественно более пониженной продуктивности, больше приходится работать делать рантаймом, но получается повышенная безопасность за счет этого. Ну и на самом деле JIT компиляторы, они могут выключать границы проверки массивов в некоторых случаях, когда они уверены, что выбега за границей массива не произойдет, и поэтому на самом деле не все так плохо, а вот то, что массивы проверяют свои границы в Java, в рантайме, это очень-очень хорошо, потому что куча проблем с безопасностью и со стабильностью она решается именно тем, что это работает на уровне языка. Правда жизни заключается в том, что в вашем интерпрайзном коде вы скорее всего массивами пользоваться не будете. Массивы применяются в библиотечных, в каких-то низкоуровневых штуках сейчас. Энтерпрайзный код у вас есть гораздо более удобные контейнеры для того, чтобы хранить нечто, чем массивы. Но они, конечно, нужны языку. Значит, как можно задекларировать массив, ну, переменную. То есть, если у нас имеется переменная, если мы захотим задекларировать массив интов, мы просто пишем int, две квадратные скобки и пишем а вот так вот мы задекларировали переменную с типом массив целых чисел. Java допускает вот такой вариант декларации. Но уже много лет консенсусом является то, что хотя Java как язык такое допускает, так делать не надо. Принятым красивым, правильным вариантом является вот такая вот декларация массива. То есть, все используют такую, и вы тоже такую штуку используете. Инициализация. В данном случае мы объявили переменную как массив intов, и дальше мы туда что-то должны положить. Если мы хотим свеженький пустой массивчик из 100 intов, то мы можем сделать вот так new int 100. New это оператор, который в Java создает новый объект, и мы про него еще много чего узнаем. Либо мы можем сделать литерал массива. В Java мы можем объявить массив литералом просто в фигурных скобках, и вот так вот. Это будет массив из трех целых чисел, конкретно 1, 3 и 5. А здесь будет 100 целых чисел, и в момент инициализации они все будут нулями. Нулями. В отличие от s, где будет мусор. Вот. Ну и также вы можете анонимно зааллоцировать, если, допустим, ваш foo метод просит массив intов, вы можете дать ему массив intов, не объявляя при этом переменную с типом массива intов. Массивы передаются по ссылке, как я уже говорил, поэтому если вы получили какой-то массив, вы потом можете взять и поменять в нем значение, и это значение поменяется глобально у всех, кто имеет ссылку на данный массив. Что не так по сравнению с переменами примитивных типов, там, допустим, intом или даблом, который передается по значению, вы ее поменяли, но поменяли только в пределах функции или метода. Если вам нужен копия массива или изменение размеров массивов, вы можете использовать raise copy off. Сам массив, будучи созданный в Java при помощи new или какого-то другого конструктора при помощи литерала, свой размер изменить не в состоянии, вы можете только создать копию этого массива с другим размером. То есть размер массива вещь иммутабельная. Массивы ковариантны. Что означает это страшное слово. Мы будем говорить еще про ковариантности, контравариантности, про типы, это нам все еще предстоит, будьте уверены. Значит, сейчас важно понять, что? Важно понять, что мы можем поступить следующим образом. Мы можем создать, допустим, массив стрингов, но стринг это объект, наша строка сводится к объекту всегда. Ну, там, допустим, байт всегда сводится к intu, а строка к объекту. Соответственно, мы можем, взяв вот эту переменную, присвоить ее переменной из типа массив объектов, потому что массив объектов, это, потому что массив строк, извините, это и массив объектов всегда, потому что строка это всегда объект, обратный неверный. Но прямое верно, поэтому мы можем сделать так. но написав так, мы получаем возможность в дизайн тайме написать вот так вот. b от 0 равняется 5, потому что 5, она завропится в объект integer с большой буквы и. И с точки зрения компилятора здесь ничего такого страшного нет, потому что тип b не нарушен. Но с точки зрения рантайма произошло страшное, потому что мы-то там объявили массив стрингов. и вот a здесь, например, она может получить именно стринт. Поэтому в рантайме мы получим array store exception. Как видите, это не очень хорошо бьется с идеологией Java, которая хотела бы иметь контроль типизации всегда на уровне compile time. Именно поэтому массивы с их ковариантностью и с их array store exception которые могут вылезти в рантайме это не очень здоровская идея для того, чтобы хранить коллекции объектов, поэтому у нас есть в Java коллекции, у нас в Java есть дженерики, о которых мы будем еще много и подробно говорить. Но на низком уровне массивы нужны. Значит, многомерные массивы языком как таковые не поддерживаются, но у нас есть массивы массивов. То есть, если вам нужен многомерный массив, чтобы матрицу определить, какую-то матричную арифметику устроить, вы это можете сделать так, объявить int квадратные скобки и квадратные скобки, это будет массив массивов int. И вот так его сделать с точки зрения распределения в памяти. Это будет действительно массив ассивов, и мы будем иметь некоторый overhead на массив, который имеет ссылки на массивы, но это работает, и этим можно пользоваться. Что это дает? Это дает возможность нам создавать массивы массивов не обязательно квадратные формы. То есть, если для вашей матричной арифметики вам нужна треугольная матрица, а часто именно треугольные или симметричные матрицы нам нужны, мы можем подэкономить память, создав, вот опять же, объявив массив массивов int наверное, скорее double, если это от, и тут арифметика надо будет потом поправить, но неважно. Массив массивов чего угодно, но как бы когда мы так сделали, мы не обязаны делать его квадратным, мы можем сделать его треугольным, мы можем сделать его какой-то рваным краем, как угодно, и тем самым подэкономить себе память. Это обычная практика при разработке с массивами в Java. Что нам осталось еще показать? Циклы. Цикл while работает на первый взгляд так же, как и все. это цикл с предусловием. Пока предусловие выполняется, выполняется блок, который идет за while. Как только условие перестает выполняться, мы выходим из этого блока. Тоже, да не тоже, потому что, как я говорил по спецификации языка Java, разбросано уйма всяких соломок, подстеленных в попытках предотвратить какие-то ошибки. в данном случае в языке, в синтаксисе языка Java есть такое понятие, как unreachable code, то есть, если компилятор выполняет компиляцию, и он понимает, что код ни при каких обстоятельствах не может быть достигнут, то он не скомпилирует. Он скажет, у тебя в методе есть код, который никогда не будет выполняться. и в этой ситуации вы получите ошибку компиляции. Вот если здесь поставили boolean flag false, он еще и final, ну или еще какие-то вычисления, которые компилятор может предвычислить заранее в момент компиляции и понять, что вот здесь цикл while приходит с false, он вам не скомпилирует. Другой пример enrichable code, это если вы бросаете exception необрабатываемый, про exception мы будем говорить чуть позже, то есть опять же происходит нечто, что приводит к выходу или допустим return ставите, то есть вы выходите из метода, а потом за этим return еще какой-то код написан, но он никогда не будет выполняться, вот такую штуку вам java скомпилировать никогда не даст, она скажет у вас enrichable код, извини, ты либо его сотри, либо у тебя ошибка какая-то, поправь свой код. Есть цикл do while такой же как и все цикл с пост условием. Я долго, я наверное лет 20 уже программирую и я мне кажется я не встречал случаев, когда бы этот цикл реально прям был нужен в каком-то алгоритме, чтобы его нельзя было заменить на цикл while. Я вот правда где-то может быть я видел, но редко. Ощущение такое, что циклы с пост условием не нужны, что циклами while и циклами for там все сейчас исчерпывается, но тем не менее язык эту возможность предоставляет. Чаще всего у вас скорее всего будут циклы while в коде. Циклы for все то же самое что в c значит по сути это у нас такой синтаксический сахар вместо цикла while мы можем объявить переменную мы можем объявить через точку запятой условия, которые при каждом цикле будет проверяться при входе в каждый цикл и мы можем объявить значит то, что будет в конце каждого цикла происходить. На самом деле как бы это даже штука излишняя, потому что мы этот и плюс-плюс можем поставить и в теле цикла. Но для красоты все время пишут этот стандартный паттерн там сколько угодно такого кода написано и будет еще написано. Вот и даже специально значит как как это дань языку C сделана возможность через запятую вот здесь перечислить несколько стейтментов. Это сделать можно, но наверное не нужно, потому что опять же это какая-то экзотика, которой редко или никогда не пользуются. Видимость переменной цикла, я думаю уже вы понимаете, что если мы ее определили вот здесь в цикле for, то она будет определена внутри цикла и не будет снаружи цикла видна никак, как только мы из цикла вышли, переменная будет неопределена и мы воспользоваться ей не сможем. Будет compile time error, специально для питонщиков повторяю это. А вот если нам нужна переменная за границами цикла, то мы должны ее определить за границами цикла, потом ее использовать и вот тогда здесь уже эту переменную мы будем использовать, сможем использовать то, что осталось от этой переменной после того, как цикл выполнился. Кстати, чему она здесь будет равна? Ну-ка, напишите в Телеграме, кто же читает, значит, чему будет равна и, когда мы выйдем из цикла. Вот. А я пока дальше пойду. Заодно проверим, сколько людей еще не спит у нас. Ага, все правильно. Да, я вижу, что все правильные ответы. 11, да. Есть break и continue. Опять же, какой-то, в какой раз я уже говорю, все как все. Значит, если мы хотим выйти из цикла, вот, безусловно, просто, вне зависимости от того, что здесь написано, while или for и так далее, мы пришли к какому-то условию, когда из цикла надо выпрыгивать. Мы используем ключевое слово break, которое просто вываливает нас из цикла, и мы продолжаем выполнение вот с этой точки, начиная. Но часто очень полезно бывает и continue. Что это значит? Это значит, что мы останавливаем выполнение вот этого блока и переходим к следующему циклу здесь. Концепция знакомая для тех, кто программирует на C. я могу сейчас соврать, но мне кажется, что в питоне нет break и continue. Напишите в телеграме. Вот, значит, есть одна история такая интересная с оператором break и с оператором continue в языке Java. И это последняя особенность, последний слайд, который я хотел бы рассказать. у Java нету goTo в отличие от C, но у Java есть метки. Значит, вкратце говорю, как работает goTo в C. Вы можете пометить какой-то стейтмент меткой, написать вот так вот readdata двоеточие и дальше этот стейтмент идет. И дальше вы можете в любом месте кода написать goTo readdata и он перескочит в этот момент, так называемый безусловный переход, перескочит к метке readdata выполнение. Как практика показала, использование меток и goTo это очень не идет на пользу читаемости и поддерживаемости кода. Это все можно заменить именно структурными вещами типа if, типа циклов, типа while. Не нужен нам безусловный переход, когда у нас есть циклы и ветвления. И действительно Java, объявив goTo, не стала реализовывать безусловный переход. И, слава богу, эксперимент показал полную вообще ненужность goTo, но метки в Java есть и воспользоваться ими можно. Мы можем обозначить меточкой цикл и, допустим, если у нас имеется вложенный цикл, смотрите, у нас имеется цикл while, внутри цикла while имеется цикл for, и вот здесь опять какое-то условие, и мы говорим break readdata, это нас выбросит из цикла while, не из цикла for, то есть, если бы здесь не было, если бы здесь был просто break, то это бы выбросило нас из внутреннего цикла. Но, если мы использовали метку и эту метку подсунули под break, то тогда выход из цикла происходит к метке. То есть, это штука, которая, в принципе, бывает полезна, потому что иногда мы пишем алгоритмы с вложенными циклами, и нам нужно выйти, раскрутить эту историю, выйти из всех циклов вообще. И тогда меточки нам бывают нужны. То же самое для continue. Вы можете использовать метку для continue, если бы здесь continue readdata, это что? Это значит, здесь заканчивается выполнение, мы идем сюда, проверяем это условие, если оно все еще true, мы продолжаем к следующей итерации, если false, мы выходим, а break, он просто выходит из цикла и продолжает выполнение где-то здесь. На этом я успел показать экскурс в синтаксе с языка, затронули некие новые фичи. Кодирования, наверное, никакого сегодня уже не покажу. Если у кого-то есть вопросы, имеет смысл их задать. Вот, сейчас можно размьютиться и задать по языку, по фичам, по будущему языка. и так далее. Вот там, где мы на оператора смотрели, вы там дали три слайда с порядком и, кажется, всякие плюс-равно оказались в самом конце. Это правда вообще? Да, это правда. Мало того, что они в самом конце, а понятно, почему они в самом конце, сейчас я покажу операторы в порядке убывания приоритетов. Как бы понятно, почему они в самом конце, потому что вы обычно пишете а плюс-равно, а дальше какой-то экспрессион, ну, результат. А плюс-равно равняется пять плюс два умножить на три квадратный корень и так далее. И поэтому идея такая, что вы сначала вычисляете этот экспрессион, а потом делаете присвоение с изменением. То есть это логично, то есть плюс-равно выполняется в самом-самом конце всего, но это логично, удобно и правильно. Немножко как бы необычно то, что у них право, они право ассоциативные, они лево ассоциативные, но человек в здравом уме не будет писать вот такой вот код никогда. А если он напишет, то ему там дадут по рукам на код-ревью и скажет, ты чего вообще? Но надо знать, что это отработает вот так. В смысле, логично же. а равно b равно 5. Мы же все ждем, что а и b будут равны 5. В смысле, где а, b равно 5? Если мы напишем а равно b равно 5, у нас будут а и b равны 5. Это понятно, а мы сейчас говорим про плюс-равно. То есть если мы говорим там а, б и ц, допустим, равны единице, и мы написали а плюс-равно b плюс-равно c. То есть он сначала присвоит в b c, значит, добавит b c, b будет равно 2, а потом к а присвоит плюс-равно, значит, 2 будет а будет равно 3. А результатом всей этой петрушки будет, соответственно, у нас 3. оператор присвоения где он здесь? Он в одной группе с ними всеми. А, он в одной группе, да, с ними всеми. Да, ну правильно, в этой, да, он в одной, да, и присвоение с этими с изменениями. Он тут же. Да, то есть тут все логично. Еще вопросы, замечания, комментарии? Если вопросов нет, тогда всем спасибо. Вопросы можете задавать, можно и нужно задавать в Телеграме. Давайте, вот тут, по-моему, в Телеграме появился вопрос. Так, вы показывали выделение массива и делали это через нью. Нью работает так же, как в плюсах, выделяет на куче. Можно ли выделить массив на стеке? Отличный вопрос. Все выделяется на куче. Значит, у нас грядет Valhalla, которая сделает нам value-типы, референс-типы в Java, но пока у нас значит, нью выделяют на куче. Не просто хотят плюсы сделать, да? Хотят плюсы сделать в Java. Они хотят перформансы выдавить из Java, то есть, как бы, для чего нужны value-типы в Java, чтобы увеличить перформанс. Вот. Там не так просто сделать, потому что это вообще адски сложно. Уже язык с кучей написанного кода мы хотим сохранить обратную совместимость. И вот, значит, давайте я сверну эту штуку, уже нам она не нужна. Вот, тут пошли вопросики. Давайте я поотвечаю на вопросики. Отлично. Так, а, или это, нет, это не вопрос, больше вопросов нет. Да, нью, короче, выделяет на кучи, как и всегда. Вот. Окей, хорошо, тогда всем спасибо.